Всех приветствую! Меня зовут Денис и я записываю видео о DeFi платформе Biffy Finance специально для крипто-чата клуба Vencase. Направлениями нашего клуба являются крипта, а также венчурные и высокодоходные инвестиции. Ссылки на наши чаты под видео. Итак, что же такое Biffy Finance? Можно сказать, это агрегатор различных пулов для стейкинга с других платформ. Я ранее записывал видео, мы стейкали здесь токен MDX в сети Binance Smart Chain, но позже я перенес MDX на их родную платформу MDX в сети Huobi EcoChain. Прежде всего нам нужно подключить кошелек. Проще всего использовать Metamask, так как он поддерживает множество сетей и они легко переключаются. Вот так вот мы нажимаем на этот значок лисички, кошелек сразу у меня подключается, так как я ранее подключался. Если вы первый раз, то вылезет окошко и попросят вас подтвердить это подключение. Сам токен Biffy есть у нас в среднесрочных рекомендациях. Давали еще в апреле, вот если глянуть на график, да, его залистили на Binance, помпанули хорошенько, потом он откатился. Вот где-то здесь мы в апреле заходили, по 2400, по-моему. Но он, к сожалению, не отстрелял, а пошел дальше снижаться и вошел в такую длительную консолидацию уже на 9 месяцев. Ну, в принципе, как и многие альткоины. И если мы все ждем альтсезона, конечно же, он, как и другие DeFi токены, вполне вероятно может неплохо выстрелить. Поэтому, кто не покупал, сейчас очень даже неплохая цена. Ну, еще лучше будет, конечно, у нижней границы. Возможно, и такое, что мы увидим еще слив перед ростом сильный. Вот, если глянем на CoinMarketCap, то увидим, что, почему он еще так дорого стоит, да, у многих вопросов. Да потому что их очень мало. Их всего 80 тысяч токенов. И причем они все уже выпущены, дополнительной эмиссии не будет. Это как бы еще один фактор, который говорит о том, что вполне он может выстрелить. Капитализация сейчас 94 миллиона, что вообще немного, да. То есть миллиард капитализации для токенов, это вообще легко. Для любого более-менее хорошего токена, ну, не шиткоины, естественно. Хотя мы знаем случаи, что и шиткоины там до миллиарда стреляют, да, мемкоины всякие. Вот, а тут все-таки DeFi платформа. Но единственное, что собственный пул у них для стейкинга BIFI только для токена BIFI. Вот, других токенов нету. То есть вот мы видим, использует он какую платформу, здесь всегда он пишет. И при этом, используя чужую платформу, иногда они платят большую доходность. Ну, я так понимаю, что так как они являются и провайдерами пулов ликвидности, то есть на этих платформах держат огромное количество токенов в пулах ликвидности, в которых происходит обмен, зарабатывают комиссию. Ну, и как бы с этой комиссией нам в рекламных целях могут там доплачивать чуть больше, давать доходность. Вот. Начинала эта платформа вот именно с сети Binance Smart Chain. Но позже постепенно добавляли разные сети. И вот сюда, если нажмем, мы видим, сколько здесь уже сетей. Huobi Eko Chain, Avalanche. Сейчас, кстати, Avalanche, вот я его открыл. Входит уже в топ-9 CoinMarketCap. Очень такая монета интересная тоже со своим блокчейном, которая показывает прям такой сильный рост. Но, к сожалению, как-то мы ее упустили в начале. А можно было сделать уже, сколько тут, с лета там получается 10 иксов она дала. Вот. Ну, упустили, упустили. За всеми монетами не уследишь. Ну, и легко это переключается. Например, вот тот же Avalanche. Мы перейдем. Здесь нужно нажать переключиться на сеть Avax. Она у меня в MetaMask уже добавлена. Если она не добавлена, то он сам попросит ее добавить. Что, опять же, удобно. Не надо вручную ничего вводить. Вот мы переключились на Avalanche. И видим, здесь Biffy стейкать уже значительно выгоднее. Там было 4%. Здесь 21%. Но для этого нужно иметь Biffy именно в сети Avalanche. Их можно купить на одном из DeFi обменников в этой сети. У меня, кстати, есть на кошельке один Avalanche. И можно было бы его застейкать под 14%. Как бы это немного, да, но если холдить, почему бы и не застейкать. Однако, сейчас я вам покажу, почему я его не застейкал. Ну, вот, допустим, мы нажмем сюда, что мы хотим его. Ну, 100% нельзя, потому что нужно оплачивать комиссию. Ну, вот 0,9% мы делаем, да. Нажимаем ввести. Вылазит MetaMask. И мы видим, в чем недостаток в сети Avax, так как она аналогичная эфиру, имеет довольно большие комиссии. То есть, мы видим комиссию около 0,04. Это составляет, ну, если вот стейкать, там, грубо говоря, 100 долларов, да, это составляет 4% за ввод. Соответственно, столько же за вывод, а возможно, будет и больше, когда я буду выводить. Ну, и вот эта доходность, да, 14% годовых. Со 100 долларами здесь ловить нечего. Получается, из 14, 8% больше половины вы отдадите на комиссию. Если есть хотя бы 1000 долларов, да, тогда это уже интересно. Тогда там комиссия будет незначительна. Ну, вот один, одну монетку Avax стейкать смысла нету сюда. Вот. То есть, вам надо год ждать, полгода ждать, только чтобы отбить комиссию. Но, если вы прикупите Avax, да, то почему по 14 не застейкать? Тут есть и другие, это вот он использует Blizz, есть, ну, тут поменьше, 13, 32, еще одного, 12, 51. Вот, это все разные. Вот, Avax, кстати, это хорошая платформа, можно непосредственно на ней застейкать. Можно сравнить, сколько она дает. Ну, здесь, скорее всего, будет чуть-чуть, но побольше на бифе. Ну, идем дальше. И, о чем вот я сказал, если, допустим, у вас какой-то сети нету, так, здесь надо отклонить, в MetaMask, то есть, вот мы откроем MetaMask, у меня тут есть Avalanche, Binance Smart Chain, Phantom, Harmony, Matic, Huobi, ну, вот, чего у меня нету. Например, у меня нету вот этой сети. Это у нас Kronos. Kronos это Smart Chain сеть от Crypto.com биржи. То есть, кто не в курсе, как и у Binance, есть две сети в ее блокчейне. То есть, BIP2, это обычный Binance Chain, она построена на протоколе Fendermint от Cosmos Atom. И есть Binance Smart Chain, она построена на протоколе от сети Ethereum. Ну, и, по сути, это Layer 2 сети Ethereum, как и вот эти все остальные. Вот, то же самое сделали на бирже Crypto.com. Они сначала запустили обычную сеть, тоже на Fendermint от Cosmos, а потом добавили вот для этих как раз DeFi платформ, которые все построены на Layer 2 от сети Ethereum. Вот, добавили сеть Kronos. Ну, и вот в MetaMask как ее добавить? Мы на нее переключаемся, да? Нам предлагают переключить сеть Kronos, но у меня ее в MetaMask нет. И MetaMask сам прям спрашивает, разряжите этому сайту добавить сеть. Да, добавить, потом уже переключить. И вот мы видим, что здесь у меня в списке появилась сеть Kronos. Очень просто, удобно переключаться, вот так вот добавлять сети. Вот, тут еще раз нужно нажать подключить кошелек. Ну, мы видим Biffy здесь уже дает 25% в этой сети, то есть больше, чем Vavalanche. Ну, а так выбор тут небольшой. Но, опять же, у меня стоит фильтр, один токен, можно выбрать все. И тут уже можно парный стейкинг использовать. Смотрите, какая доходность. Atom и Kro. То есть, ну, это нужно добавить, то есть купить в долларах пропорциональное соотношение Atom и Kro. На вот этой вот платформе, вот он у нас отправляет VVS. Добавить их в пул ликвидности. Взамен нам дают токены пула ликвидности. И уже их через Biffy Finance мы стейкаем. Но, ну, это вообще называется фарминг. Вот, стейкинг токенов пула ликвидности. Это фарминг на самом деле. Тут есть нюансы, конечно. Если какой-то из токенов начинает сильно расти, другой по отношению к нему падать, то у вас в пуле ликвидности меняется соотношение этих монет. И иной раз просто держать эти монеты, не добавляя их, ну, бывает выгоднее. Это есть такой термин, непостоянные потери. Ну, поэтому я с этим не заморачиваюсь, хотя были у нас и, ну, и есть в портфеле фарминг. В частности, мы стейкаем вот Matic ETH, именно токены пула ликвидности на платформе Sushi. А зарабатываем Matic и Sushi. Ну, и при этом вот в последнем отчете я записывал, что из-за того, что Matic сильно вырос, а суши упала, который мы зарабатываем, то доходность у нас сильно снизилась итоговая. Ну, так как я не фиксировал все монеты. Доходность Matic снизила, да, если перевести доходность в Sushi, она вроде как выросла. Но фиксировать все равно, как я говорил, будем уже в Fiat точно, когда будем выходить. Вот, поехали дальше. Что тут еще есть интересного? Сеть Phantom. Давайте посмотрим, что там можно застейкать. Переключаемся на Phantom. Она у меня добавлена. Подключить кошелек. Вот, у меня тут есть токены Phantom. Пока он подтупливает. Пишет, что это CRO. Ну, бывает с MetaMask'ом такое. На самом деле это 50 Phantom. Вот, здесь у нас уже видим по Biffy доходность аж 43%. Вот это уже интересно. Вот, если перевести, возможно, есть мост какой-то. То есть, мои Biffy перевести из Binance Smart Chain в сеть Phantom. И за сейкать под 43% в ожидании еще там несколько иксов от Biffy. Вот это может быть интересно. Я посмотрю, как это сделать. Возможно, и запишу видео. Вот, ну, остальные. Давайте все-таки одиночные активы выберем. Остальные здесь. Так, эти приостановлены, приостановлены. Сам Phantom сколько нам дает? Где он у нас? Ну, тут видите, доходность везде маленькая. А вот какой-то Wings, FWings 163K. Ну, я бы не стал с этим связываться. То есть, если такая доходность дается, это значит, токен, возможно, очень сильно валится. Так, у нас не интересен сам Phantom. Ну, вот он. Phantom. Да, вот 50 я мог бы застейкать. Но, опять же, стейкать под 3,46% годовых. Причем это APY. APY, Annual Percentage Yield. Это доходность с учетом капитализации. Но, кстати, тут в чем плюс? Это Biffy Finance. Тут все пулы, они идут с автокомпоундом, с автореинвестом. То есть, у вас баланс, все реварды, все вознаграждения со стейкинга, они приплюсовываются к вашему депозиту. И, соответственно, доходность начисляется постоянно на больше и на больше депозит. Но она здесь уже учтена с учетом вот этого постоянного реинвеста. То есть, фактическая ставка APY, она называется Annual Percentage Rate. А она значительно меньше, она где-то, наверное, 2, там, с небольшим процентом. И поэтому тоже стейкать, заморачиваться, только комиссии платить лишний раз. Вдруг фантом завтра стрельнет, да, мне захочется его слить там на x10. А он у меня за стейком. Либо пока там выводить будешь. Хотя это несложно и быстро, но все равно, зачем эти заморочки из-за вот этих копеек. Они того не стоят. Вот. Ну, в общем, суть этого видео, это просто рассказать и показать функционал данной платформы. И напомнить вам об этом токене, Biffy, о том, что это не Shitcoin, да, он у нас есть. И, ну, рано или поздно у нас стреляет. Давайте вот еще в сеть Polygon перейдем. Это Matic. Посмотрим, что тут есть интересного. Matic у нас вообще стейкается под очень маленькие проценты обычно. Но, возможно, здесь нам дадут чуть больше. Ну, вот здесь можно Quick застейкать. Quick есть у нас в портфеле. Он стейкается на их платформе. Ну, вот я считал в отчете, сейчас доходность составляет 23 годовых. А здесь нам предлагают аж 81% годовых. Причем на тот же Quick Swap. И тот же Pool Dragon Layer. Вот это странно. Ну, это, возможно, вот как раз то, о чем я говорил. Что они за счет своих средств в качестве привлечения большего количества людей. Ну, так как они все равно зарабатывают с комиссией, да. Могут доплачивать по каким-то пулам больше. Ну, и вот у меня есть на этом кошельке. То есть, там я стейкаю с одного кошелька. За это другой кошелек. Вот есть такое количество Quick'ов. Так как Quick'ов у нас, ну, тоже довольно интересный токен. Как я говорил в обзоре, это, можно сказать, топ-1 платформа DeFi в сети Motec. Где он у нас Quick. Он так неплохо просел. И вот я его на этом сливе купил. Но он, правда, уже, можно сказать, уходит у нас ниже поддержки такое. Ну, хотя... Это по бирже Polonics просто тут самая большая история. Ну, есть ликвидность очень маленькая. Поэтому вот эти вот уровни, они очень такие размазанные, можно сказать. То есть, ну, вот так вот давайте прочерчим. Ну, примерно он на поддержке, да. И у него потенциал. Потенциал, да, вот к верхней границе вот этой зоны. Ну, 240%. Вот. Поэтому я прикупил. 82%. В сети Polygon комиссии очень низкие. Поэтому давайте застейкаем. Почему бы нет? Давайте покажу, как это делать. Прям выбираю все количество Quick. Нажимаю подтвердить. Комиссия за подтверждение пока 0. То есть, это мы подтверждаем и разрешаем MetaMask'у работать с этим пулом. Сейчас пройдет транзакция. Вообще, в Matic сети довольно быстро она обычно проходит. Так, вроде прошла. Успешно подтверждено. Ну, и теперь нажимаем. Ввести, ввести все. Но если я уже выбрал все, то мне, в принципе, можно и сюда нажать, да. Просто ввести. Так, ну, вот здесь комиссия 0.01. Это, там, грубо говоря, 2 цента. Ну, вот это нормальные комиссии. Matic сеть мне нравится. Нажимаем подтвердить. Средства успешно введены. Все. И вот мы видим, что они у нас внесены. И вот они уже отображаются здесь. На кошельке стало 0. Они попали в пул. Но при этом они все равно принадлежат нам. Привязаны к кошельку. То есть, мы их не отправляем там на какой-то другой кошелек. Мы их через смарт-контракт добавляем в пул. Децентрализованный. То есть, это абсолютно безопасно. Все эти DeFi платформы проходят аудит. Ну, во всяком случае, топовые такие. О том, что их владельцы не могут украсть деньги. Хотя, конечно, риски всегда есть. Есть такие люди, как хакеры, которые при желании могут сломать все. Вот. Выводить все тоже очень просто. Мы можем выводить частично. Можем вывести там все. Выбрали 100%. Нажали вывести. Или просто нажали сразу вывести все. Также подтверждаем. И они обратно на кошелек. То есть, когда Квик сейчас чуть-чуть тут подкапает еще. Когда Квик стрельнет, я просто вывожу все, да. Ну и сливаю эту часть. А та часть, которая у нас на другом кошельке в стейкинг-портфеле, ну, она пускай потихоньку копится и ждет своего часа в течение, там, не знаю, мы планировали вообще на год этот эксперимент по стейкам. Ну, то есть, до начала лета следующего. Вот. Ну, на этом все. Как бы рассказал, показал, как пользоваться этой замечательной платформой. Поэтому, думаю, вам будет интересно самим поковыряться, да. Но для этого подготовьте. Сначала там в разные сети закиньте монеток разных там. Ну, именно монеток мастер-коинов, так называемых, этой сети. То есть, Matic, CRO, Avalanche, Phantom. Вот. И посмотрите, там уже можно покупать токены, да. Как купить токены? Тут опять же, вот, всегда есть ссылка купить токен. И нас перебрасывает на DeFi-платформу этого токена, где он продается. И вы, грубо говоря, вот если это сеть Matic, вы за Matic покупаете Quick. Все. Там все просто. В принципе, обычная свапалка. Об этом, опять же, можно найти на канале много видео. В том числе и о стейкинге, где я предварительно сразу показывал, как покупать монеты. Вот. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.